Есть мнение, что до сего дня военные академии разных стран мира в разделе «История военного искусства» имеют программу изучения самого первого специального трактата по стратегии и тактике ведения войны «Искусство войны», принадлежащие китайскому полководцу Сунь Цзи. Этому тексту уже около двух с половиной тысяч лет, но многие его положения актуальны и сейчас. Что характерно, автор текста не был потомственным военным и даже более того, его детство и отрочество отнюдь не предполагало такой дальнейшей судьбы. Тем не менее, история растворила и стерла многие славные имена, а Сунь Цзи остался, его труд помнят и изучают уже сотни поколений военных. В общих положениях было указано на условия, при которых стоит начинать войну и при которых делать этого категорически нельзя. Автор считал, что война должна быть скоротечной, ибо на момент ее подготовки и проведения мобилизуются все наличные ресурсы, а потому длительная эпопея будет гарантированно разорительной и может привести к поражению просто по причине истощения ресурсов. Скоротечность войны Сунь Цзи считал одним из основных условий успеха и советовал воздерживаться от ее начала, если не было предпосылок быстрого достижения успеха. Поэтому он считал, что для победы крайне важно навязать противнику нужное время и место сражения. Мало того, имело значение и умение выбрать момент, когда твоя армия готова к решительным действиям, а армия противника еще или уже не готова. Именно в этот момент и следует наносить удар. Он вообще не обращает внимания на то, что считается важным сейчас. Кто первым начал войну? Тогда этот вопрос не стоял в принципе, ибо неожиданно нанести удар считалось вершиной мастерства. И наоборот, Сунь Цзи предостерегал от нанесения удара по изготовившемуся врагу. Нам, как никому, известна справедливость этого утверждения мастера. Московия нанесла по нам удар в момент наибольшей институционной слабости Украины, когда она просто физически не могла дать отпор. Но даже в этой ситуации оккупант не смог воспользоваться своим гигантским преимуществом в силах и средствах, месте и времени начала войны. Тогда мы вообще ничего не могли выбирать и отбивались уже от той ситуации, которая складывалась. В соответствии с теорией Сунь Цзы, Москве уже нет смысла нападать на Украину. Эта возможность осталась в 2014 или даже 2015 году. Сейчас мы ожидаем такого развития событий и готовы к нему. И наоборот, теперь мы готовы к войне даже больше, чем РФ, ибо демонстрируем резко положительную динамику в увеличении мощности армии. Кроме того, по большому счету, противник не ждет нашего массированного наступления. Он по инерции полагает, что мы на это не решимся. А по Сунь Цзы это значит, что мы готовы, а оккупант не готов, а потому теперь мы способны выбрать место и время битвы. Примерно то же самое прослеживается и с северокорейской программой ракетных и ядерных испытаний. По всем канонам, штаты должны были сразу ответить на пуск пхеньянам ракеты, способной долететь до континентальной части США. Но наверняка сразу после пуска были отмобилизированы все силы и в КНДР ждали ответа. Но его не последовало. Думаю, что если, когда такой ответ таки начнется, то все это будет происходить в расслабленное для пхеньяна время. Оно и понятно, ибо американцам надо развалить всю армию Северной Кореи быстро и конкретно, дабы не дать ей возможности навредить штатам или их союзникам. Для этого пхеньян должен слегка успокоиться. Вот когда ожидания удара улягутся, тогда и наступит самое благоприятное время для атаки. Или вот французы. Все прекрасно помнят, как из Кремля сыпались оскорбления в адрес вновь избранного президента Франции. Было понятно, что Эммануэль Макрон припомнит Москве эти художества. Но сразу после выборов и пресса, и МИД РФ были мобилизированы на нивелирование победы Макрона. В тот момент браться за Алаверды было тактически неумно. Но вот когда в Кремле расслабились, последовал выпад. Знаменитое дело об уклонении от уплаты налогов на сумму 400 миллионов евро депутатам Совета Федерации от Дагестана Сулейманом Керимовым стало тем самым хуком слева, которого многие ждали уже давно и который последовал тогда, когда все уже забыли и о Макроне, и о Франции. По местному законодательству указанная выше сумма может быть взыскана к возмещению, а кроме нее могут возникнуть штрафы в десятикратном размере от суммы уклонения от уплаты налогов. То есть уже довольно отчетливо читается сумма в 4 миллиарда евро в пользу бюджета Франции. Этого вряд ли кто-то ожидал, но процесс уже не остановить. Чем больше Московия будет не готовой к бою, тем вернее она его получит. Теперь уже понятно, что получит она с разных сторон. Однако от Украины она получит в десятикратном размере, ибо Украина, в отличие от той же Франции, давно имеет час и натхнение, а потому дали Буде.